Неконфликтный и отзывчивый. Наверное, так охарактеризовали бы местные жители села Дубровичи этого 45-летнего мужчину. Нигде не работал, но зато помогал буквально всем. И вот в конце марта прошлого года пришел к 70-летней бабушке. Дескать, сожитель ее умер, по дому помочь некому. Вот и согласился. Помогал, правда, с похмелья, залечить которое оказалось нечем. Крепких напитков в доме не оказалось. Зато были деньги и автомобиль, на который мужчина давно положил глаз. С этого момента события развивались параллельно. В одной плоскости мужчина после убийства снимает номер с авто, садится за руль и едет в магазин. Там покупает алкоголь и мясо, пожарит шашлык. Пьет, отдыхает, но хочется еще. Уже пьяным садится за руль и застревает на сельской трассе. На его удачу мимо проходят двое. Да еще и авто предлагают толкнуть, в общем, оказия. Только вот один из помощников оказывается бывшим полицейским. Он понимает, что от водителя пахнет алкоголем и, недолго думая, звонит в дежурную часть. Прибывший на ряд госавтоинспекции мужчину задерживает и выписывает арест на 15 суток. А в другой плоскости идет расследование уголовного дела. Расследование тоже заслуживает отдельного упоминания. Родные погибшие в этот же день стали бить тревогу. В дом пришли вместе с полицейскими. Изначально никто не понял, что вообще произошло убийство. Но в последний момент участковый решил открыть погреб. Там и обнаружили тело. Сделали запрос по похищенному авто и нашли нового владельца. На допросе тот во всем сознался и даже, говорят следователи, раскаялся. За убийство и разбой ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас уголовное дело в суде. Мужчина под стражей.